С большим удовольствием приветствую его превосходительство Олафа Шульца, канцлера Федеративной Республики Германии, и приглашаю его выступить перед Ассамблеей. Господин председатель, коллеги делегаты, дамы и господа, со смирением и глубоким уважением я обращаюсь к вам сегодня, как новоизбранный канцлер Германии и как гордый делегат в ООН. Моя страна и ООН неразрывно связаны. Сегодняшняя демократическая, воссоединенная Германия обязана своей ролью на мировой арене вам, нашим международным партнерам и друзьям. Вы доверили нам стать миролюбивым членом международного сообщества. Мы знаем, что своей свободой, стабильностью и процветанием мы обязаны международному порядку, ядром которого является ООН. Поэтому приверженность моей страны, этой организации, ее благородным целям, миру, развитию, равноправию и достоинству каждого человека никогда не ослабнет. К сожалению, я выражаю эти слова в то время, когда мы все дальше удаляемся от этих благородных целей. После десятилетий, в течение которых мы преодолевали блоки, стены, времени ознаменовано падением железного замеса, воссоединением Германии, после технологической революции интернета, цифровой трансформации, которые сделали нас более взаимосвязанными, чем когда-либо, мы сейчас стоим перед новой фрагментацией мира, новые войны, конфликты, накапливаются в глобальные кризисы, которые сочетаются и усиливают друг друга. Некоторые даже увидели в этом предвестника мира без правил. Это правда, что риски для нашего глобального порядка реальны. И все же я не придерживаюсь концепции мира без правил по двум причинам. Во-первых, в нашем мире есть четкие правила. Правила, которые мы, ООН, создали вместе. И этот устав обещает всем нам свободу и мирное существование. Этот устав – наше коллективное неприятие мира без правил. Наши проблемы не в отсутствии правил. Наши проблемы заключаются в отсутствии желания их соблюдать или обеспечивать их исполнение. Но образ мира без правил вводит нас в заблуждение. По второй причине. Если мы не будем защищать, развивать и укреплять наш глобальный порядок, мы столкнемся не с хаосом без правил, а с миром, в котором правила будут останавливаться теми, кто может диктовать их нам военным путем, экономической властью, политической властью, сильными над слабыми. Альтернативой миру, основанному на правилах, является не анархия, а господство сильной власти. Однако подавляющее большинство из нас не может быть безразличным к тому, является ли верховенство силы или власть. Ключевой вопрос, с которым мы, как международное сообщество, сталкиваемся, сводится к следующему. Должны ли мы терпеть войну, как инструмент политики, беспомощно смотреть, как некоторые пытаются отбросить нас обратно в доглобальный порядок, в котором господствуют колонии, где независимые нации должны подчиняться более сильным соседям, и которым процветание права человека является привилегией немногих счастливчиков? Мы должны следить за тем, что мир 21 века оставался многосторонним миром. Мой ответ, как немцы и европейцы, находится в следующем. Мы должны справиться с этим вызовом, и мы справимся с ним, если будем серьезно подходить к трем основополагающим принципам. Первое. Международный миропорядок не формируется сам по себе. Если мы ничего не будем делать, то устав будет оставаться лишь бумагой. Устав призывает нас отстаивать его цели и принципы. И мы не можем спокойно взорвать на то, как ядерная держава, вооруженная до зубов, государство-учредитель ООН и постоянный член Совета безопасности пытается перекраивать границы, прибегая к насилию. Нет никого оправдания для российской оккупационной войны против Украины. Президент Путин ведет эту войну с одной целью – захватить Украину. Самоопределение и политическая независимость ничего для него не значат. Это можно описать одним словом – империализм. Возвращение империализма – это катастрофа не только для Европы, это катастрофа для глобального миропорядка, который является антонимом империализма и неоколониализма. И именно поэтому так важно здесь, в этом зале, то, что 141 страна категорически осудила российскую оккупационную войну. Но этого недостаточно. Для того, чтобы война прекратилась, мы должны серьезно подойти к тому, как она закончится. Путин откажется от этой войны и эмпиротических амбиций, только если поймет, что он не может победить. И он уничтожает не только Украину, он уничтожает собственную страну. Поэтому мы не согласимся на мир, который предписывает Россия. Мы не признаем никаких псевдореферендумов. Именно поэтому Украина должна быть в состоянии противостоять российскому вторжению. Мы поддерживаем Украину финансово, экономически, гуманитарно, а также оружием. Вместе с партнерами по всему миру мы должны поддерживать жесткие экономические санкции против российского руководства, российской экономики. Каждая из наших стран должна выполнить обещания, которые были взяты нами на себя при создании ООН, поддерживать международный мир и безопасность совместными усилиями. Хочу добавить еще один момент. Ни один мешок зерна не задержался из-за этих санкций. Только Россия чинит препятствия для экспорта украинского зерна. Там, где царит голод, не может быть мира. Мой предшественник, лауреат Нобелевского премия мира Вилли Брандт, обращаясь к ассамблее, первый канцлер, который здесь выступал в 2003 году, произнес эти слова. Но мы помним, что эту фразу можно произнести и наоборот. Если воцарится мир, то не будет голода. Тот факт, что экспорт зерна стал возможным вновь, благодаря последующим усилиям генерального стария Гутерреша и Турции, заслуживает самого глубокого уважения. Германия также поддерживает Украину экспортом продовольствия. И мы поддерживаем Украину в огромной сдаче восстановления страны. На Международной конференции экспертов, которую я провожу вместе с председателем Европейской комиссии в Берлине 25 октября, мы вместе со сторонниками Украины со всего мира обсудим то, каким образом выполнить эту титаническую задачу. Наш сигнал простой. Мы должны твердо стоять на фоне этого нападения ради защиты жизни и свободы украинцев, ради защиты международного порядка. Дамы и господа, второй принцип сохранения мира порядка заключается в следующем. Мы, нас всех будут судить по выполнению тех обязательств, которые мы совместно взяли на себя. Ответственность начинается всегда у себя дома. Например, изменение климата – это величайший вызов для нашего поколения. Мы, промышленно развитые страны и основные загрязнители, несем особую ответственность в этой связи. И именно поэтому мы вновь заявили на саммите группы «Семья» в Германии в июне о нашем намерении сохранить целевой ориентир полтора градуса Цельсия. Это важно для энергетической безопасности. Мы выполняющие обязательства в поддержке развивающихся стран в их усилиях по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата. И мы не бросим страны, которые больше остальных страдают от ущерба, который причиняет им изменение климата. В преддверии конференции по изменению климата в Египте мы должны поставить на глобальном уровне заслон на пути климатических рисков. Мерилом должны быть обязательства, которыми сами на себя взяли. И это особенно очевидно в деле защиты прав человека, поскольку они отражают большейшую потребность каждого из нас жить в условиях свободы, без вреда и в условиях уважения к своему достоинству. Это сердцевина сущности человека, независимо от того, откуда мы, во что мы верим, кого мы любим. И я объясню это на примере истории нашей страны. Германия, которая отказалась от тех цивилизованных ценностей, убив 6 миллионов евреев. Пример того, насколько хрупка наша цивилизация. В то же время мы обязаны соблюдать и отстаивать права человека в любое время и в любом уголке планеты. Наша страна – второе преувеличение донор системы ООН. И второй преувеличение – донор гуманитарной помощи. Мы приняли миллионы беженцев в Германии в последние годы. Из Ближнего Востока, Африки, Афганистана и недавно из Украины. Мы гордимся этим. Но мы должны также принимать меры, когда сотни тысяч страдают от тирании, пыток в лагерях и тюрьмах в Северной Корее, Сирии, Иране или Белоруссии. Мы должны принимать меры, когда Талибан лишает женщин и девочек в Афганистане их основных прав. И мы должны принимать меры, когда Россия совершает военные преступления в Мариуполе, Буче и Ирпене. Мы привлечем убийц к ответственности. Мы делаем все от нас зависящее для того, чтобы поддержать Международный уголовный суд и независимый Международный комитет по расследованию, учрежденный Советом по правам человека. Мы должны укреплять наши общие институты, особенно те, которые позволяют нам выполнять наши обязательства. Бывший Верховный Царь по правам человека рассказал о положении уйгуров в Синьцзяне. Несколько недель назад Китай должен выполнить рекомендации Верховного комиссара. Это будет проявлением суверенитета и силы. Это будет залогом изменения к лучшему. Дамы и господа, третий принцип необходимо учитывать ради сохранения международного порядка. Мы должны адаптировать наши правила и институты к реалиям 21 века. Слишком часто эти правила и институты отражают реалии 30-летней, 50-летней, 70-летней давности. Это касается и Совета безопасности ООН. Германия много лет выступает за его реформу и расширение, прежде всего для того, чтобы включить в его состав больше стран глобального юга. Германия готова взять на себя также большую ответственность в качестве постоянного члена, а вначале в качестве непостоянного члена в 2027-2028 годах. Я прошу вас поддержать нашу кандидатуру, кандидатуру страны, которая соблюдает принципы ООН и которая выступает за сотрудничество и участвует в нем. С моей точки зрения, весьма органично то, что динамично развивающиеся страны и регионы Азии, Африки и Южной Америки должны иметь больше поддержки голоса на мировой арене. Это соответствует всем и нашим интересам. Это обеспечит большую легитимность для наших решений. Национализм и изоляционизм не решат проблемы нашей эпохи. Больше сотрудничества, больше партнерства, больше участия. Это единственный разумный отклик при борьбе с миром климата и с глобальными медицинскими рисками, инфляцией, нарушениями цепочек поставок, при решении проблем массового перемещения людей и миграции. Я глубоко убежден в том, что открытие и сотрудничество гарантируют мир и процветание. И благодаря этому последние десятилетия стали самыми счастливыми в истории нашей страны. Как председатель «семерки» в этом году для меня ключевой приоритет получается в том, чтобы содействовать новой форме сотрудничества со странами глобального юга. Это сотрудничество должно не только на бумаге проходить на равноправной основе, это должно быть реальностью, очевидной для всех. И это особенно актуально в контексте растущей политической, экономической, демографической силы Азии, Африки и Южной Америки. Мы координируем наши цели с Индонезией в качестве председателя группы 20. Мы участвовали в совместных председателях с председателем Африканского союза, сообществом латиноамериканских и карибских государств. Мы общались с «семеркой» Индии и Южной Африкой. Новые модели глобального сотрудничества характеризуются совместной ответственностью и солидарностью. Мы боремся с голодом в рамках нового альянса глобальной подовольственной безопасности, и я предлагаю всем вам присоединиться к этому альянсу. Мы наладили партнерство глобальной инфраструктуры и инвестиции для того, чтобы мобилизовать 600 миллиардов долларов на частные и государственные приложения инфраструктуры в предстоящие пять лет. При этом мы делаем значительный шаг вперед на правой реализации повестки дня до 2030 года. В рамках нового климатического клуба мы форсируем усилия друзей и партнеров по всему миру ради более активного и эффективного осуществления парижского соглашения. Эти подходы поддерживают международный порядок, поскольку они позволяют добиться результатов, от которых выиграют граждане всех наших стран. Именно этого они ждут от ООН. Мы – народы. Не случайно это первые слова устава. Обратите внимание на то, что там написано не «мы государственные члены» или «мы делегаты». Мы несем ответственность перед нашими народами. Мы должны создать для них глобальный миропорядок, который позволит им жить в мире, будет защищать их права и откроет им возможности для образования, медицинского обслуживания и развития. Такой порядок не возникнет сам по себе. Необходимо его защищать, взращивать и укреплять. Это наш датчик как ООН. Германия протягивает руку дружбы и сотрудничества всем вам на этом поприще. Благодарю вас. От имени Генеральной Ассамблеи я благодарю федерального канцлера Федеративной Республики Германии. Прошу сотрудника протокола сопроводить его.